Добрый день, дорогие друзья! С вами Ира и Кейси Стаганка в позитивной вибрации. Сегодня мы снимаем обзор детских часов. Рассмотрим мы сегодня MyRope и Envy, два вида детских часов. Посмотрим, как они работают. Это, в принципе, не новинка, они уже давно на рынке. Снимаем обзор для тех, кто их купил и не знает, что с ними делать, ну или еще для тех, кто не приобрел их. Итак, посмотрим. У нас есть часы Enjoy the Best или как в простонародье их называют Envy. Это детские часы, вот такие розенькие. Что у них есть такого интересного в комплекте? В комплекте у них есть их зарядка, вот такая платформа, как док-станция. Дальше у них есть проводок. для их подзарядки. Можно заряжать как и от адаптера обычного, от USB, так, в принципе, и от компьютера их тоже можно заряжать. Как я сказала, это вариант для девочек розовые, такие есть и голубые для мальчиков. Дизайн такой достаточно интересный, на маленькую ручку. У них есть датчик снятия с руки. Батарейка. Умеют они звонить. Кнопка SOS есть. Дальше мы рассмотрим уже в приложении, как их синхронизировать, как они работают. Две кнопки мама и папа. Микрофон. В них встроен GPS. Wi-Fi модуль. Вы можете просматривать как с компьютера, так и с телефона через специальное приложение местоположение вашего ребенка. Также составлять расписание. Если вдруг ребенок учится в школе с 12 до 2 дня, можно обозначить безопасную зону. И если ребенок раньше выйдет занятие, вы всегда будете знать о том, что он ушел раньше. В них также можно добавлять 12 контактов. Первый родитель, который скачает приложение, зарегистрируется, тот и будет являться администратором данных часов и иметь доступ ко всем настройкам, которые имеют данные часы. Для того, чтобы подключить, вообще включить эти часы, вам необходимо приобрести сим-карту. И сим-карта здесь большая, не такая, как на айфоне. Обязательная сим-карта должна быть с интернетом, иначе часы не будут работать. Снимается она достаточно легко, просто подцепляется ногтем, такая вот штучка, и вставляете сюда сим-карту. Берем коробку. На другой стороне коробки у них QR-код расположен вот здесь. Не на часах, а прямо на коробочке. Подсоединяете через приложение. Он считывает его. Входим в аккаунт и смотрим. Местоположение не работает, потому что у нас сим-карта без интернета. Итак, что в них есть? Безопасные зоны. Можете добавить безопасную зону, например, школу, дом, детский сад. Если ребенок в кружок куда-то ходит, распознает она до 10 метров. Называйте, как ее хотите. Если вдруг ребенок покидает безопасную зону, вам приходит уведомление о том, что ребенок покинул раньше положенного времени. Безопасную зону. Можно создавать, соответственно, расписание. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Добавляете ребенку какие-то, может быть, он ходит в секции, либо там курсы какие-то в школу и так далее. На данные часы смогут позвонить только те контакты, которые добавлены в список, которые есть в приложении. Их тут 12 человек. Мама, папа, бабушка, дедушка, может быть, какие-то друзья. Если в этом списке нет этого человечка, то есть на часы позвонить никто не сможет, даже если знает номер телефона этих часов, потому что не будет разрешения. Также есть шагомер, который показывает количество шагов. Здесь также есть цель, сколько нужно пройти шагов и смотреть, насколько там ребенок в день проходит. Или, например, с 12 до 2 дня ребенок был на занятии, то есть он не должен был никуда ходить. А часы вам покажут, что в 11.45 ребенок прошел большое количество шагов. И потом дома у ребенка можно спросить, где это он ходил, прогуливал ли он занятия, может быть, где-то бегал, хулиганил и так далее. Также есть в приложении уведомления. Это отправка голосовых сообщений. Так как детки очень маленькие обычно, ну, эти часики предназначены для маленьких деток, поэтому можно отправлять на них голосовое сообщение. Теперь мы поговорим о часах MyRob, R12, R11 и Cariff. На самом деле все часы достаточно идентичные. У них отличие это дизайн. На самом деле для наших детей сейчас это очень важно. Цвет и, соответственно, сенсорный экран. На каких-то есть, на каких-то нет. На данной модели есть односторонняя связь. Вы можете звонить ребенку и слушать, о чем он занимается, о чем разговаривает и так далее. Но о них мы поговорим позже. Итак, посмотрим MyRob R12. Часы достаточно давно на рынке. Такая же стандартная комплектация, инструкция, гарантийный талон. У них уже вот такой дизайн, достаточно интересный. Это, на мой взгляд, это уже для более взрослых детишек, у которых ручка чуть побольше. Можем сравнить с предыдущей моделькой. Вот так они выглядят. Кнопочки здесь немного другие. Сим-карты уже находятся сбоку, не сзади. Формат сим-карты Nano. Здесь просто так тоже не откроете. Это сделано для безопасности, чтобы ребенок не смог вытащить сим-карту. Но, в принципе, если даже ребенок вытащит сим-карту, сможет это сделать, родителям сразу на приложение придет смс-уведомление о том, что ребенок вытащил сим-карту, либо часы сняты с руки. И вы можете позвонить ребенку, спросить, почему он это сделал. В комплекте есть вот такая булавочка, как в айфонах. Скрепка для того, чтобы вытащить сим-карту. Вот такая резиночка. И туда вставляется сим-карта. Соответственно, без сим-карты вы не сможете просто работать с данными часами, так же, как и с приложением. И у них такая более интересная уже зарядка идет. Она идет на магнитике. Если у предыдущей модели надо было вставлять, так как основа как док-станция, то здесь просто на магнитике она примагничивается. Вот так вот. Вот. Функционал, как я уже повторюсь, одинаковый. У них есть обратная связь, SOS. Можно звонить маме, папе, если вдруг телефон мамы недоступен, когда ребенок звонит, часы автоматически будут звонить папе. Ну и далее по списку, пока кто-то не возьмет трубку. Цвета, значит, есть у них вот такой голубенький, и есть еще розовый. Ну, я бы, наверное, сказала, больше он корового цвета, нежели розовый. Дальше мы поговорим о часах Gator. В комплекте идет пленочка защитная на экран, так как экранчик у них уже сенсорный идет. Сюда в комплект они положили адаптер, зарядка. В предыдущих моделях этого не было. И уже проводок через microUSB. Наверное, самый удобный провод. Не надо ничего примагничивать, не вставлять ничего никуда. Зарядка спрятана, соответственно, здесь. Все часы идут влагозащищенные, грязи отталкивающие. Также все включается, функционирует все через приложение. Приложение достаточно очень простое. Сколько уже продавали часов, ни у одного из клиентов не возникло никаких проблем в подключении, в сложности. Ну, если были проблемы, то, как правило, по телефону даже решали. То есть ничего такого трудного нет. QR-код у них также сзади расположен. IMA, серийный номер, сзади все. Тоже, мне кажется, достаточно для более взрослых детей, где-то от 5 лет, наверное. Такой большой ремешок. Кажется, даже на мою руку пойдет. Ну и, наконец-то, рассмотрим вот эти часики. На самом деле, мои любимые часы R11 черного цвета. Вообще, для ребенка, мне кажется, самое то. А особенно для мальчиков. Во-первых, очень стильный дизайн. Такой интересный. Вот такой черненький, круглый. Очень стильно выглядит. Для мальчика прям вообще класс. Данные часы, в отличие от этих всех предыдущих, у них есть односторонняя связь. То есть, родители могут в любой момент просто позвонить на эти часы ребенку, сделать скрытый звонок. Ребенок даже не будет знать о том, что его слушают. И послушать, чем он занимается, о чем он разговаривает и так далее. И, на мой взгляд, он достаточно более как-то качественно что-то сделан. Мне они очень нравятся. Вот на них мы как раз и будем смотреть приложение, как оно работает и так далее. Часы были разряжены в коробке. У них фабричный заряд обычно бывает наполовинку заряда. Мы сейчас поставили на зарядку, чтобы показать вам приложение, как оно работает. Да, у этих часов три дня держится зарядка полная. Это если в режиме ожидания, если в активном использовании, то 24 часа. Ну, их надо прям вообще активно-активно использовать, чтобы их разрядить. Что мы видим на дисплее часов? У них наверху показывается шагомер. У них показывает время, показывает емкость батарейки. И показывает, как осенью день, месяц и антенка, соответственно, сим-карты. Итак, заходим в приложение. Что мы видим в приложении? Ну, мы прошли уже регистрацию, заполнили все данные, считали QR-код. Значит, можно зайти, увидеть здесь мы администратор часов. Вот Ирина, это я. Здесь можно выбрать день рождения ребенка, рост, вес, соответственно, номер сим-карты, то есть часов. Ну, я написала, что я являюсь мамой и так далее. Также можно увидеть карту, вот мы смотрим, где мы сейчас находимся. Сим-карту мы поставили вот как раз неправильно, про что я говорила, что сим-карта должна быть с интернетом. Поэтому показывает наше местоположение в Пекине. Что могут эти часы? Вот здесь есть центр сообщений. Вы можете отправлять сообщения ребенку, голосовые. И на экранчике будет здесь высвечиваться как сообщение обычно. Ребенок может прочитать, может их прослушать. Также безопасные зоны выбрать адрес школы, адрес дома. Так, что еще? Контакты семьи. Также вы добавляете до 12 человек, можно добавить. Кого хотите, друзей, маму, папу, бабушек, дедушек. Ну и настраивать часы. Также часы могут выключить только родители. Соответственно, вот зайти и выключить дистанционно. Все. Ребенок сам выключить часы не может, как бы он не пытался. Режим вот слежения есть. Автоматически есть ручной режим. Есть будильник. Можно найти часы, соответственно, если вдруг ребенок дома их потерял. Нажимаете, и они сразу начинают пищать. Или найти ребенка, если вы играете с ними в прятки, тоже как вариант. Не знаю, на мой взгляд, это очень классная вещь. Особенно на Новый год сейчас подарок как и для ребенка, так и для родителя. Полезная вещь. Безопасность сейчас это очень важно. Скоро каникулы новогодние. По-любому дети поедут и взрослые тоже отдыхать. И чтобы не потерять ребенка, не дай бог, вот эта вещь очень крутая. Именно для подарка, именно для ребенка, именно для безопасности. Вот такие часы у нас только в черном цвете. По-моему, их даже я не видела, чтобы они были цветные. Но вы не думайте, что они для мальчиков. На самом деле были случаи, что приходили родители с девочками и просили только черные. Только черные часы, как у папы. Хочу быть взрослой. И зачем мне это розовенькое все. Поэтому для девочки черные тоже как вариант. Такой классический. Почему нет? Хочу напомнить, что во всех вот этих моделях они в принципе все одинаковые. Ну, функционал один. Все стандартные. Стандартные контакты, звонки, сообщения, шагомеры. Все это работает. Но шагомер, кстати, будет работать при условии, если вы сами зададите цель для ребенка, что он, допустим, день сколько-то должен пройти. И он, соответственно, будет работать. Отличие только у этих часов, что у них обратная связь есть, односторонний звонок. То есть вы можете позвонить и слышать, что ребенок делает. И отличие в дизайне. Ну, на наш взгляд, да, как для взрослых уже людей, кажется дизайн, ну что дизайн, да? Ничего такого в этом нет. Вы даже себе не представляете, какие бывают скандалы в магазине, когда приходит ребенок, и мама хочет одни часы купить, а ребенок говорит, я их не надену, они слишком детские. И покупают совсем другие. Функционал один, а дизайн разный. И это очень влияет, особенно для детей, для современных детей. Это важно. Мне очень нравятся вот эти часики. Они очень такие миленькие, такие прям вообще очень красивые. По функционалу, конечно, вот эти выигрывают. Тем, что, может быть, это не совсем как бы эстетично со стороны ребенка, то, что должно быть личное пространство, что у них есть просушка, так скажем. Но в плане безопасности это играет очень важную роль. Сейчас много родителей, кто ищет именно эти часы, где есть односторонняя связь, чтобы можно было слушать. Не потому, что родители такие плохие, а потому, что безопасность, конечно, сейчас очень важную роль играет. Поэтому я бы выбрала вот такие часики. По стоимости эти часы стоят 6 тысяч, вот эти 5, эти тоже 6 тысяч, а вот эти всего 3 тысячи рублей. Но они, мне кажется, больше для совсем прям таких малышей, у которых совсем маленькая-маленькая ручка. Может быть, на ваш взгляд цена покажется вам высокой, но есть важные такие функции у этих часов, как безопасность и качество. Можно и на Алиэкспресс купить за 100 рублей часы, но они развалятся у вас через неделю. И ребенка потеряете, не дай бог, и часов не будет. Зато сэкономили. А, как говорится, скупой платят дважды. А лучше один раз заплатить за качественную вещь, чем потом жалеть об этом. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok